Тысячи спасенных жизней и благодарных пациентов. Центру амбулаторной онкологической помощи исполнился один год. Новое учреждение прочно вошло в структуру Люберецкой областной больницы. О востребованности и первых достижениях центра наш следующий сюжет. Мы создали здесь с нуля новое отделение эндоскопии. Мы имеем возможность обследовать пациентов на самых современных ультразвуковых аппаратах. Таким образом, качество и доступность медицинской помощи для пациентов онкологического профиля существенно повысилось. И это стало возможным благодаря сплоченной команды профессионалов. У сотрудников Центра амбулаторной онкологической помощи сегодня первый совместный день рождения. Ровно год назад эти люди впервые переступили порог нового места работы. Сегодня подводят первые итоги. В день мы принимаем пациентов около 150. Поэтому если учесть за год, сколько пациентов через ЦАОП проходит, то это очень большое количество. Но на учете у нас состоит 7 тысяч пациентов. Мы их наблюдаем, проводим диспансеризацию, наблюдаем в динамическом порядке. Ольга Каплиева – одна из этих 7 тысяч пациентов. В Центре амбулаторной онкологической помощи наблюдается с сентября прошлого года. За плечами жительницы Люберец операция и курсы химиотерапии. Сейчас в период ремиссии она под постоянным наблюдением своего лечащего врача. Таргетную терапию продолжаем в том же режиме, понятно. То есть по две таблеточки два раза в день переносится нормально. Замечательный врач, такая внимательная, общительная, обходительная. Когда бы ни обратился, она всегда тебе поможет. Я прям довольна, что я попала сюда и благодарна ей. Нельзя раскисать. Нужно держать себя в руках. Прислушиваться к врачам, рекомендациям, что они рекомендуют. И всё будет хорошо. А ещё важно вовремя обратиться за помощью при любом подозрении на онкологию. В этом центре недуг выявляют на самом раннем этапе. За месяц диспансерное наблюдение проходит около 1200 человек. А для пациентов, которым нужна противоопухолевая терапия, работает дневной стационар на 20 коек. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.